Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение модификации ОГСР. Вернулся я обратно на кентарь. Вернулся ночью. Посмотрите, как же здесь красиво. Вот эти вот прожекторы просто вообще создают такую красоту. Обалдеть. Ну ладно, не будем тут сильно задерживаться. Мы сюда вообще вернулись, чтобы отдать этот журнал Сахарову, который нашли ученых в лощине. Вот он. Что такое? Рад видеть вас живые мечены. Вам удалось найти лабораторию в лощине? Что там случилось? Да, нашел, но, к сожалению, у меня плохие новости. Что там произошло? На лабораторию напал контролер. Похоже, они расположили ее рядом с его логовом. Все ваши коллеги погибли. Они были зомбированы, и мне пришлось... Ну, в общем, вы понимаете. О боже, это ужасная трагедия. Надеюсь, они не мучились долго. Контролеры крайне безжалостны к своим жертвам. Зачастую они съедают их. Спасибо вам, что прекратили их мучения. Вы смотрели лабораторию? Вам удалось найти журнал? Да, вот он. В достаточно хорошем состоянии сохранился. Я его почитал немного по дороге. Надеюсь, это не секретная информация. Даже если секретная, я в любом случае не могу отказать вам в праве изучить его. Спасибо, что доставили его мне. А теперь расскажите, зачем вас ко мне направил бармен? Я ищу лабораторию К-16. Бармен сказал, что вы можете знать ее местонахождение. Нас уже довольно давно интересует лаборатория К-16. Вернее, это устройство внутри, которое генерирует излучение, непосредственно влияющее на сознание людей. Вынужден разочаровать вас. Туда не пробиться без специальной пси-защиты. Результат будет заведомо трагичен. Даже если удастся избежать полчищ зомбированных вокруг входа в лабораторию, вы рискуете превратиться в одного из них. Все это очень серьезно. Однако в журнале, который вы принесли из лощины, я нашел проект устройства, которое помогает экранизировать излучение. Но для более точной настройки необходимо провести ряд дополнительных замеров. Если вы поможете нам в этом, через некоторое время мы, пожалуй, сможем предоставить для полевых испытаний окончательно отъюстированный прототип. Замеры? Если вы вместе с нашим сотрудником сделаете все необходимые замеры, я подготовлю к работе прототип защитного устройства и отдам его вам. Оно, скорее всего, позволит проникнуть в лабораторию. Ну хорошо, давайте. Отлично, поговорите тогда с Круглобом и отправляйтесь. Он уже снаряжен всем необходимым. Хорошо. Так, перед тем, как идти разговаривать с Круглобом, я бы хотел посмотреть на трансмуты. Это, блин, стоять Сахаров, которые делает этот профессор. В общем, небо у меня уже есть, так что давайте начнем с ТДВ. Необходим лунный свет и глаз плоти. Как бы лунный свет у меня вообще один, и это довольно хороший артефакт. Но посмотрим, стоит ли оно того. Изготовься ТДВ. 55 тысяч. И потеряли мы эти артефакты. И что это такое? Где это чудо? Пси-воздействие плюс 21. Повышает ему титкс-пси-воздействие. Ввиду высокой эффективности пользуются огромным спросом. Ну, как бы... Ну и что? Ну мы лунного света лишились. Не, давай назад, Сахар. Загрузил я предыдущее сохранение. Лунный свет остается у нас. А сейчас давайте посмотрим на следующий артефакт. Козий Рог. Ночная звезда необходима. Мамины бусы, грави и капли. Ну вот это артефакты, в принципе, такие относительно распространенные. Кроме, конечно, маминых бус. Но у меня их, к счастью, скопилось довольно много. Козий Рог. 100 тысяч стоит. Круто. Ну и что это? Взрыв плюс 14, пулестойкость плюс 16. Вот это... Вот это артефакт. Это я понимаю. Может пригодиться. Я бы изготовил даже еще один такой. Возможно. У меня, в принципе, мамины бусы еще есть. Так, ну ладно. Пока что подумаем. Давайте посмотрим дальше. Гермес. Лунный свет необходим опять. Кактус и слизь. Ну вот это вообще. Минус два отличных артефакта. Лунный свет и кактус. Блин, Сахаров. Если сейчас ты мне подсунешь какую-нибудь фиговину, то я не знаю. Гермес. Ну, давайте посмотрим. Ну, блин. Как бы вес плюс 18 это здорово. Но как нам компенсировать здоровье минус 900? А, ну здоровье у нас сейчас плюс 100. Так, это из-за костюма или у нас что-то висит? Я не помню. А, слюда плюс 1000 что дает. Ну ладно, тогда, в принципе, еще ничего. Но все равно, как-то мне больше нравилась предыдущая сборка. Плюс тут сытость минус 88, что не очень. В общем, будем лучше ходить с лунным светом и с плазменным кактусом, чем с этим, как его там, гермесом. Поехали дальше. Губка. Необходимо слюда. Пустышка огненный шар. Вот этот артефакт, к сожалению, сейчас не удастся изготовить, потому что пустышки у меня нет. Единственную пустышку я отдал Сахарова и получил ненужный тот костюм Серафим, который лежит на кордоне в тайнике. Поэтому поехали дальше. Пчелиные соты. Пленка и выверт. Это можно проверить. Пчелиные соты. Ну-ка. Химический ожог плюс 17. Ну, как бы, что сказать. Химический ожог не такой уже и особо важный, как бы, показатель. Мне и нужен Сахаров мне такой артефакт. Поехали дальше. Красная звезда. Душа, слюда, образцы ткани кровососа. Красную звезду. Ух ты, 150 тысяч. Ничего себе, и что же там такое. Здоровье плюс 2500. Но сытость отнимает. И кровотечение минус 750. Вот это круто. Очень круто. В принципе, с этим гермесом можно было бы попробовать. Но, блин, сытость. Минус 44. Как бы, я не знаю. Вообще, в некоторых модах, я помню, сытость, вот этот показатель особо-то не влиял. Он то ли не работал, то ли как-то не особо было заметно. Так что, даже не знаю. Но артефакт, конечно, крутой. Ну, ладно, пока повесим на пояс, посмотрим, как это отразится на нашем аппетите. Следующий артефакт ОКО. Что там для него нужно? Золотая рыбка, слюда и рука контролера. ОКО. 85 тысяч. И опять сытость минус. Выносливость, кровотечение, псевоздействие минус. Ну, вот это вообще как-то, ну, ни о чем. Что это такое? В общем, ладно. Давайте попробуем изготовить гермес. Также я тут отгрузил сохранение. В этом сохранении я красную звезду не делал, поэтому делаем. И еще сделаем один козирог. Он нам пригодится. Круто. И мы, в принципе, можем... Что, еще одну красную звезду сделать? Хм... Либо пчелиные соты, либо ОКО. Ну, думаю, пока не стоит делать вторую красную звезду. Ну, давайте походим пока вот с этим набором. Посмотрим, как это отразится на сытости нашего персонажа. Что бы я еще повесил сюда? Даже не знаю. Вот у нас сейчас две вспышки висит. В принципе, их можно было бы уже даже и снять. При желании. Но пускай пока висят. Еще хочу сказать, что вот этот единственный артефакт, который мы сейчас не сделали, губка, мы его уже скоро сможем отыскать. Я его тут нашел в тайнике. Вот артефакт губка. Сорон экспедиции 1. Потом посмотрим, что это за чудо. Но пока что сейчас надо сюда вот сбросить лишние вещи. И пойдем с Кругловым делать замеры. А еще я чуть не лишился только что своего детектора. Не знаю, как так произошло, но я его почему-то случайно выложил вот сюда вот. Выкинул. Да-да? Ладно. Так, еще надо бы отремонтироваться. Давайте это сделаем. 23 тысячи. Это тоже. Починим. Все. Я немного поспал. Сейчас 4.36. По идее, еще темно. Ну, уже так, получше. Кстати, дождь пошел. Знаете что? Перед тем, как идти к Круглову, я бы еще сбегал, проверил болото. Недавно же выброс произошел. И, по идее, аномалии поменяли свое местоположение. Если нам повезет, если тут в воде появилась электро, это было очень здорово. Но, по-моему, нифига. К сожалению. Ладно, сейчас надо болото это оббежать. И проверить. Нам же, нам же просто артефакт светляк нужен. В общем, к сожалению, не повезло. И электро там не появилось. Поэтому отправляемся сейчас Кругловым на замеры. Пошли. Ну, пошли. Еще, кстати, надо бы потом будет поговорить вот с тем вот товарищем. Но это чуть позже. Так, а сейчас я смотрю, тут местность, похоже, надо немного зачистить. А то Круглов, блин, ну, хорошо, что хоть у него автомат какой-то есть. Мы спекали. Но, все равно, блин, надо тут следить за ним. Так, ну, смотрите-ка. А, только хотел сказать, что бежит и особо не обращает ни на кого внимания, так он сразу за снорком отправился. Все, пошли. Че смотришь на него? Так, а кто у нас тут? О, Долговец. Но он не с нами. Просто забрел сюда. Случайным образом. Так, тут, по идее, сейчас в тоннеле будут? Да. Все, готово. Круглов, проходи. Здесь все нормально. Вот уже немного пси-излучение начинает действовать. Ну, и вот здесь вот мы должны будем проводить наши замеры. Ёй. Так, Круглов там. Бежит? Нет. Непонятно. Ну, вроде бежит. Еле-еле. А вот и он. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Круглов. Черт! Судя вашему надвигается выброс! Митин, беги! Клык, мы не можем его так бросить Бросай Ему уже ничем не поможет Скоро выброс С ним мы не пробьемся Нет, Клык, я его не брошу Ну че, Круглов, ты там живой? Ай, мама Живой? Ну вставай, вставай потихоньку Уже все, закончилось уже Да, все Осталось добраться до бункера Все, погнали обратно, быстрее Ну все, мы с профессором вернулись обратно Ну и че ты встал? Все, прошел Сахаров, как обычно, чем-то там недоволен Вот замеры Тут, тут и тут Все точно Точнее быть не может Хорошо Сейчас я попробую настроить прототип Ну что Слушай, ты ученый, может расскажи что-нибудь интересное и важное о зоне Насчет возраста зоны Ты знаешь, в принципе, мечены Это не исключено Что в зоне Будто не десяток лет Она много-намного больше Есть такие теории, потому что Реально есть много Несостыковых Которые иначе никак не объяснить Есть теории, что Зона тут была всегда Просто в скрытом Как бы спящем состоянии Ну понятно С военными Тут че-то делал Какой-то Длиннющий О времени ужаса Мы уже у сталкера У Сахарова спрашивали Ну ладно Вы отлично справились Если замеры верны То прототип обеспечит максимальную защиту от излучения Рад это слышать Теперь ты сможешь пробиться в лабораторию Но если не отключишь излучатель То даже с пси-защитой долго там не продержишься Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя Он находится в подземном помещении А где вход? Проблемой лаборатории занимался Васильев Около недели назад Они вместе со сталкером по кличке Так, значит вы думаете Они у Васильева, эти документы? Возможно, в любом случае Начинать нужно с поиска тела Васильева Только в этом случае Есть шанс получить точную информацию На местонахождении лаборатории Где-то там должно быть и тело Вашего коллеги-призрака Вы знаете, как мне показалось Он знал об ЭК-16 значительно больше, чем говорил Если он каким-то чудом выжил Конечно, надеяться на это глупо В шаге от призрака Личная заметка Ну-ка Ну вот, я почти в шаге от одного из людей стрелка Призрак с одним из ученых Ужал в подземном лаборатории к 16 Одно но Я вряд ли найду его живым Ученый вернулся оттуда один И погиб уже на подходе к лагерю Ученые выдали мне некое устройство Тролливали Ну что ж, с Богом Хорошо Значит, Васильева искать А когда вот интересно с этим поговорить мужиком Я знаю, что здесь есть очень интересный квест Вот у этого товарища Может прямо сейчас пообщаемся Труп Васильева подождет Немного Чук Но как? Как это сделать? Ума не приложу Эй, друг, что с тобой? Извини, когда я сильно нервничаю То разговариваю сам с собой А в чем причина такого нервяка? Если не секрет Впрочем, не мое дело, конечно Особого секрета здесь нет А вот помощь мне бы не помешала Короче, слушай Друг у меня был Фига звали На днях встретил его на территории бара Глаза горят Движения резкие Я сразу вспомнил Фига что-то интересное раскопал Так и было Он на что-то необычное наткнулся На янтаре Искал меня, чтобы вместе пойти разведать А я только с рейдой вернулся Отдохнуть мне надо было Фига ждать не захотел А сказал, что сам справится И не вернулся Да, грустная история Слушай, помоги мне найти друга Пойдем вместе на завод Вдвоем мы справимся Хм Я бы рад помочь Но вот как мы с тобой пойдем На заводе полно зомбированных и мутантов Покрошат нас к чертовой матери Вот и я все голову ломаю Как бы пробраться туда По-тихому По-тихому В толпе зомбированных и снорков Ну, думай дальше По-тихому говоришь А это Моисуль схожу-ка к Сахарову Может он сможет что-нибудь подсказать Секрет янтаря Поговорить с Сахаровым Ну, давайте Пообщаемся Пока что не будем брать Продолжать Основной сюжет Идти к трупу Васильева Вот этот интересный квест Надо бы пройти Слушайте, профессор Существует ли возможность Обмануть зомбированных и монстров Чтобы они не нападали на человека Наверняка вы уже задавались Таким вопросом Разумеется, задавался Ведь это ключевой момент В обеспечении безопасности Сотрудников лаборатории Увы, детальное рассмотрение вопроса Показало, что мутанты Атакуют те объекты В биополе которых Отсутствует определенная информация Печать зоны, так сказать Которая есть у всех ее порождений Так что единственный способ Избежать нападения Изменить биополе объекта Стать зомбированным Одним словом Кстати, в процессе изучения Воздействия псиэмиссии На живые организмы В нашей лаборатории Была разработана сыворотка Которая позволяла Зомбировать подопытных Животных путем Добавления ее в корм Это решало проблему С нехваткой биоматериала Сами понимаете Один лишь отлов мутантов Не удовлетворял Потребностям лаборатории В полной мере Данная сыворотка На некоторое время Усиливает восприимчивость Организма К определенному спектру Пси волн Вызывая состояние Легкой зомбированности Примечательно Что эффект сыворотки Носит временный характер И ни разу не переводил К смерти животного Но испытания на людях Не проводились Разумеется Таким образом Отвечая на ваш вопрос Теоретически Это вполне возможно Но может иметь Достаточно опасные Последствия для человека А почему вы интересуетесь Ну мне Еще одному сталкеру Нужно стать зомбированными Это очень важно Помогите пожалуйста Профессор Странная просьба И стоило бы Вас отговорить От этого дела Но боюсь Если я вам не помогу То вы По всей видимости Пойдете зомбироваться Под излучение А это точно Добром не кончится Ладно Я изготовлю для вас Требуемую сыворотку Но для этого Мне нужен образец воды Из озера Нитарь Подходящие образцы У меня закончились А в пополнении запасов Отпала необходимость Наши исследования Перешли на новый уровень Что это за вода такая И где эту воду Можно взять Эта вода содержит Необычные нейротоксины Образовавшиеся В процессе Длительного воздействия На нее излучения Пить ее ни в коем случае Нельзя Так как она вызывает Реакции Усиливающие Восприимчивость Организма К псевоздействию Не говоря уже О неизбежном содержании Различных примесей Вплоть до ядов Принесите мне ее Появился после диалога С Сахаровым Вот когда мы ему отдали Точнее Круглов отдал Результаты замеров И Сахаров Дал нам задание Найти Васильева Неплохо Очень даже неплохо Скажу я вам Ну что Пойдем Набирать воду Так Может это можно Прямо здесь сделать Емкость для воды Все Ну Вот добыл воду Держите Так Позвольте взглянуть Да То что надо Такая вода Как раз подойдет Для приготовления сыворотки Сейчас я смешаю Все нужные компоненты Сыворотка будет готова Все Сыворотка готова После того как вы примете препарат Вам может стать плохо Это не опасно И пройдет в течение минуты Когда сыворотка Пристанет действовать Приступ повторится Будьте осторожны Не пропустите момент Окончания ее действия Угу Спасибо вам Так Предлагаю Починиться И вот после этого Можем отправляться Еще бы я Купил у Сахарова Если есть Чего-нибудь поесть Но похоже Ничего у него нет Я тут уже А нет Вот сырки Я у него уже Кое-чего покупал Кстати Появился огнемет За 13 тысяч Ну Можно как Как-нибудь Попробовать его И прикупить В принципе Деньги у меня есть 287 И место В рюкзаке есть На этот самый огнемет Так что давайте купим И зарядов Целую кучу купим Чего нет Ага 148 килограмм Ладно Сахаров Я немного переборщил Ну вот Думаю на первое время Нам хватит 150 зарядов Еще и место В рюкзаке осталось Для чего-нибудь Если вдруг найдем Ну и что Задание Стать зомбированным Сахаров дал сыворотку Которая дает возможность Стать зомбированным Нужно принять ее И отправиться с Чуком На завод Так Там похоже Зомбарь по нам стреляет Но скоро он будет Нашим другом Так что ладно Слушай Ну я кажется Нашел способ Пройти на завод Какой Сахаров изготовил Для нас сыворотку Временного зомбирования Пока мы будем В этом состоянии Зомбированные И снорки Не будут на нас реагировать Стремно блин Но давай попробуем Другого выхода У нас все равно Похоже нет Пробуй ты первый А я остатки выпью Сохранимся перед этим И давайте попробуем Ну и все Теперь мы зомбированные Да? Да? Ну что? Кажется получилось Можем идти на завод Отыскать фигу Пошли Скорей Да Дела Ладно Мужики Фигу не видели? Про Бенита Слыхал? Нет А ты кто? Кто это? Да есть один из наших С доктором Скорешился Говорят опять убежал Не знаю про такого Так Мужики Фига где? Найти друга Чука Фигу Так пока я хочу Еще найти тайник Попутно Где-то он здесь Губка Блин наверху что ли? Ладно Понятно Времени может не хватить Наверх лезть Тогда будем искать Если останется время То заберем тайник Что новенького слышал? Тут недалеко контролер поселился Чумаком себя кличет Очень хорошо головной боли Похмелья лечит Пошли мочить Крошить Не Заняты Так Ладно Нашел я здесь Какого-то Зомбаря Мучающегося Фига Фига Говорить Можешь Вон Чук Узнаешь Его? Чук Брата Врат Видеть Секрет Янтаря Расскажи Да Тайник Терьба Где Пу Пуже Бо Большой Сейф Держись Давай Помогу Встать Надо Уходить Похоже Похоже Фига Не дожил Меченый Спасибо Иди сам Я останусь Нужно похоронить Фигу Пока не кончилось Зомбирование Не Жди Тут Долго Помрешь Я иду Все Уходим Уходим Но перед этим У нас 4 минуты Еще есть Надо Осмотреть Тайники Самой Так А снорк Кстати Будет нас Атаковать Ага Конечно Так Поднимемся Наверх Ничего себе Тут лаз Придумали Так Ну мы похоже Немного не туда Залезли Нам надо Блин Нам надо Вот туда Наверх Да Тут лестница Имеется Да Да Ты Что Делаешь Совсем Что Ли Вот Же Блин Ну Хорош Уже Ой Ё-моё Так А где Вода Моя То Аптечка Совсем Плохо Действует Все Невероятно Три Три минуты Еще Есть На Тайник Так Ну Давай Пролазь Есть И Тайник Тайник Где-то Здесь Ух ты Блин Может как Тебя сюда Забросило Вот Рюкзак Так Батарейка О Пустышка Кстати Теперь Сможем У Сахарова Сделать Еще одну Губку При желании Радиация Минус 20 Ожог Плюс 17 Радиация Плюс 10 Хорошо Супер Так Может Чего-нибудь Еще Тут Забрать Скат Лежит Здесь Вепер 12 Молот Здесь А тут Тайник Пропал Наверное В лаборатории Тут Патроны Вот здесь Вот Регчайшие Артефакты Надо бы Забрать Но Блин Это не здесь Это там Надо похоже Немного по-другому В то место Заходить Так что Может Заберем Как-нибудь Потом Я в принципе Уже пробовал Как-то В прошлых сериях Забрать Этот Рюкзак Но Не получилось Как нам Попасть На ту сторону Здесь же Вот вроде Должен быть Лаз какой-то Если Я ничего Не путаю Что-то Блин Я не могу Допереть Как нам Попасть За эту стену Какая-то Странная Фигня Но в теории Может быть С помощью Этой Тачки Но тоже Не получается Ну Уже Через 20 секунд Закончится Действие Препарата Но в принципе Мы ушли С территории Завода По идее Все должно Быть нормально Но как попасть Туда за стенку Что-то я не Врубаюсь Ладно Фиг с этими Артефактами Может Вот здесь Где-то Проход Находится Я уже Не помню Ну нет Здесь все Колючей проволокой А вон Так Личная просьба Сахарова Если кто-нибудь Находится рядом С моим убежищем И не стесняет Стеснен В боеприпасах Пожалуйста Убейте снорков На болотах Они мне жизни Не дают Ладно Разберемся Сахаров мы Со снорками Как-нибудь Когда-нибудь Я бы сначала Хотел бы Все-таки Тайник посмотреть И в аномалии Не влететь Так Ну туда все равно Не пройти Решетка здесь Непонятно Ладно Черт с этим тайником Ну что Сейчас надо Тайник фиги Обыскать Где-то На территории бара Где аномалии Большой сейф Предлагаю Прямо туда Сейчас и отправиться Ну вот Пришел я в бар И по идее Имелись ввиду Вот эти аномалии И вот тот вот Сейф В углу Так Ага Вот и попался Только хотел сказать Что-то здесь Судя по карте Столько аномалий И я все никак Не могу их поймать Ладно Все Пофиг Прыгаем к сейфу Находим здесь Золотую рыбку И записку Истинника фиги Содержание Я уже давно изучаю Аномальные явления На территории янтаря Совсем недавно Заметил на территории Завода Странное свечение Околокомпрессорной Напоминающее Отблески артефакта Но гораздо более сильное Оно возникает Только в определенные часы Было около 10 вечера Я находился недалеко Но побоялся подойти К тому же У меня начинала болеть голова Видимо эффект Бипсезона проходил Надо было Уходить Недавно У сахаров Закончились Запасы этого Чуда лекарства Очень не кстати Но я все равно Попытаюсь пробраться Сюда снова Если я буду медлить То свечение Может заметить Кто-то еще И опередить меня На случай зомбирования Оставляю здесь рыбку Сахар обещал вылечить Надеюсь все обойдется И это послание Мне не понадобится И еще Если вы читаете эту записку То скорее всего Я уже погиб Но на всякий случай Я оставил Самые важные Из найденных мной ранее Документов Связанных с лабораторией На озере Янтарь В автобусе у дороги Ведущей к воротам завода Будьте предельно осторожны Все крайне серьезно Мне кажется Что обнаруженное мной И каким-то образом Связано с возникновением зоны Ничего себе Найти образец От 21 Задание Ну что ж Судя по записям Нечто появляется на заводе В 21 Исчезает ровно в 22 Нужно разузнать об этом Еще Найти документы В автобусе Понятно Ну вот На Янтаре В этом автобусе Нашел я похоже Те самые документы Вот они Дневник профессора Томпсона Дневник профессора Томпсона 21 марта 2006 года Я Томпсон Йозеф Карлович Являюсь заместителем Профессора Менгелина Нашего научного руководителя Мы заняты довольно Опасными экспериментами И на случай Если с нами что-то случится Я завожу этот дневник Ровно неделю назад К нам в лабораторию Поступила группа преступников Приговоренных к смертной казде И по всей видимости Правительство решило Что это самые подходящие Подопытные Уму непостижимые Как будто нам тут Без этого проблем не хватает И без этой угловщины С другой стороны Их интеллект довольно низок А поэтому проявление Положительных сдвигов Будет более явным Мы уже длительное время Заняты работой над проектом Который согласно наших гипотез Должен существенно Развить умственные способности Человека Пока не было возможности Испытать оборудование Из-за отсутствия подходящих Объектов тестирования Но теперь Когда их целый барак Мы ожидаем наконец-то Получить первые реальные результаты 23 марта 2006 Сегодня был проведен Первый серьезный опыт На рабочих образцах оборудования Поначалу все шло гладко Приборы показывали Стабильное увеличение Производительности Коры головного мозга Ширины полосы Пропускания синапсов Подкорки Однако через некоторое время Показания стали Хаотично плавать Один из подопытных Начал истошно кричать Занятно, что среди его Нечленораздельных криков Проскакивали довольно четкие слова Зона 12 апреля Сознание Объект начал впадать В психоз Начались Начались судороги Пришлось прекратить эксперимент Обколов его успокоительным Тем не менее Безболезненно для него Опыт не прошел Едва отойдя От действия Седативных препаратов Объект начал Истерично требовать Убить как его Так и других подопытных Его дикие крики Разносившиеся по всему корпусу Оказывали негативное воздействие на прочих Тестируемых Нервируя и беспокоя их Было принято решение Отправить данного подопытного В лаборатории Икс-18 В юрисдикцию Второй научной группы Которая проводит эксперименты Над телом человека И улучшением его Физических способностей Выдающийся интеллект Для таких экспериментов Не особо важен И наш отработанный Объект Пригодится им больше Чем нам 26 марта 2006 Кажется Наши эксперименты Подходят К своему Логическому завершению Мы получили Первые положительные результаты Замеры показывают Феноменальные данные Активность мозга Беспрецедентная Пациенты Научились мыслить В разы быстрее Что самое главное Более комплексно Абстрактное мышление У них Напомню Это были тупые уголовники Развилось До невиданных высот IQ приближается К двум сотням Однако Есть и плохие новости Ситуация Кажется Становится опасной Похоже У подопытных Стали проявляться Способности к гипнозу Лабораторный персонал Начинает их Побаиваться Нам пришлось Раздать Лаборантам Оружие И проинструктировать Всегда работать В паре Не выпуская Друг друга из виду 27 марта Странные вещи Творятся в лаборатории Профессор Менгелин Руководитель нашей Научной группы Сегодня условно Не в себе Впечатление такое Будто он Либо одержим Какой-то гениальной Идеей Либо попросту Наблюдается Развитие психоза Ни с того ни с сего Он отдал распоряжение Ликвидировать Всех подопытных За ненадобностью И это в период Когда в результатах Экспериментов Начала Начала Отчетливо Прослеживаться Положительная динамика Опрос коллег Показал Что он всю ночь Провел с одной Из установок Заперевшись И никого К себе не впуская Кажется он выяснил Что-то важное Пока не ясно Что именно Однако приказ Для нас неоспорим Группа охраны Вывела подопытных Из лаборатории Для ликвидации Однако назад не вернулась Начальник охраны Выглядит растерянным И постоянно куда-то Названивает Нервируя Научный персонал 28 марта Охрана вернулась Выглядят несколько Заторможенными Наблюдаются провалы В памяти Тем не менее Все дружно утверждают Что распоряжение Выполнили А тела захоронили Где они находились Целые сутки Непонятно Некоторые потеряли оружие Вся группа Отправлена к медикам Мингелин же Сегодня целый день Потратил Разъясняя свою идею Новый проект На основе старого Имеющий целью Дать возможность Объединять сознание Людей для решения Одной задачи Общим коллективом Проект осознания Который он разработал Всего за несколько часов Заперевшись в лаборатории Выглядит впечатляюще Хотя я пока Ставлю под сомнение Его реализуемость Однако в случае успеха Это будет не просто прорыв А скорее гигантский Скачок человечества На новую ступень развития Активно работаем Дорабатываем Оборудование Под новые задачи Все возбуждены И кипят энтузиазмом 2 апреля Происходят странные вещи В процессе работы Нам удалось создать Некое образование Контакт с которым По убеждению профессора Дает человеку Безграничные знания У меня складывается ощущение Что он спятил Слишком долго пробыл В поле установок Однако этот странный предмет При приближении к нему Действительно ощутимо Изменяется знание Необычным дополнительным Эффектом является то Что образование материально Существует лишь В определенной промежутке времени У меня до сих пор Нет никаких гипотез Как такое возможно 3 апреля Сегодня ночью Менгелин Застрелился прямо У себя в кабинете В лаборатории Полный бардак Нагрянула толпа Особистов И изъяла всю документацию По разработкам Оборудование В срочном порядке Демонтируют И куда-то вывозят Ничего нам не объясняя С особистами Прибыла группа Хорошо вооруженных Бойцов В странном Камуфляже И черных беретах У них необычные Знаки отличия Я не видел таких раньше Они все время молчат И не добро на нас поглядывают На нашу охрану Неожиданно Вся куда-то пропала Все работы остановлены А таинственные образования Мы так и не смогли протестировать Похоже, что и не получится Правительство явно решило Свернуть наши эксперименты Я был назначен Руководителем группы И получил прямой приказ Уничтожить все Вещественные свидетельства Наших работ Но это образование бесценно По сути, это единственный Материальный результат Наших исследований У меня рука не поднялась Уничтожить его И улучшить Улучшив момент Я, делая вид Что слежу за погрузкой Оборудования Успел спрятать его На территории завода Похоже, когда шумиха утихнет Я вернусь сюда И обязательно заберу Этот образец Надеюсь, все получится Для себя Если забуду точное место Спрятал образец Под трубами Компрессорной Примыкающей К основному зданию проекта Во дворе завода Во как Ну и второй Документ Большая стопка бумаг По научным исследованиям Понять смысл не получается Записи частично Зашифрованы И без ряд Научные терминологии Навряд ли кто-то Кроме ученых Сможет понять О чем в них говорится Вот такие вот дела В принципе Мы можем Уже отправляться За этим Аномальным образованием Только надо дождаться Вечера Плюс Сейчас давайте еще Сходим Здесь На болоте Обыщем Труп Васильева Чтобы заодно После того Как аномальное образование Найдем Сразу прыгнуть уже В лабораторию Ик-16 О блин Кто тут Все нет Мы знаем Как Отключить Тщательно Вместе с призраком Продолжаем Спускаться В лабораторию Зомби Повсюду лезут На свет Все летит Чертям Собачьим Призрак Абсолютно Не вменяем Несет какой-то Бред Похоже Его накрыло Излучением Я все бросил Ухожу По тоннелям Я на болотах Где бункер Черт Черт Подели Я не могу Определить Где нахожусь Сахаров Не отвечает Что происходит Кругом Зомби У меня Кончаются Патроны В общем Запись Как В оригинале Сейчас Я тогда Забегу К Сахарову Отремонтируюсь Посплю Ну и в 9 Часов Даже немного Раньше Отправимся На завод Ну что Вот уже 20.51 И мы Отправляемся На завод Пока тут еще Разберемся С зомбарями Как раз Уже будет 9 вечера И Можно будет Спокойно Я надеюсь Отыскать Этот самый Артефакт Ну как я понял Он находится Где-то Вот В тех Краях В общем Сейчас Посмотрим Зомби Конечно Судя по Биорадару Дофига Предлагаю Вообще Туда и Гранату Зашпиндолить Как обычно Мы это Делаем Может Кого-то Зацепит Ну Кого-то Зацепило Надо Зашпиндолить Еще подальше Вон туда О Вот это Было Уже Получше Так Поставлю Ко я Одиночные Одиночный Режим Стрельбы Потому что Нам еще Лабораторию Ик-16 Проходить Патроны Могут Пригодиться У нас Конечно Есть Огнемет И куча Дроби Но Все равно Патроны Нужны Ну что Через одну Минуту Уже Можно Идти За артефактом Добьем Пока За это Время Ёй Вот этих Вот ребят Тут еще Снорки Прибежали Так Надо бы Еще одну Гранату Наверное Бросить Может Кого-то Там Зацепило Не знаю Ого Похоже Зацепило И неплохо Так Зацепило Отлично Так Вон еще Один Носится Надо Разобраться Вот с этими Кентами Ага Еще Ползет Готово Ничего себе Это что Он сам Откинулся Артефакт Заберем Тут еще Вроде как Труп Военного Должен быть Вот он С этим Лечебным Берилом Лечебный Берил Как я помню По квесту Сахарова Вроде как Так Ну что Вон что-то Лежит По-моему Это Случаем Не это Самое Да Образование О21 Перед тем Как его брать Надо бы Сохраниться И может быть Немного Расчистить Себе Тут Местность Потому что Я не знаю Что произойдет Это какая-то Странная Фиговина Мало Лишь Что Ну давайте Возьмем Новое Задание Раскрыть Секрет Так Сейчас Посмотрим Что мы Взяли При Нахождение В непосредственной Близости Вызывает Странное Ощущение Расширения Сознания Наряду С его Удивительной Ясностью И Задание Раскрыть Секрет Исходя из записи В дневнике Профессора Томпсона В лаборатории Х-18 Проводились Опыты Над людьми Возможно Найденное Образование Как-то С этим Связано Нужно Наведаться В лаборатории Х-18 Возможно Там Есть Какая Нибудь Зацепка Ну В Х-18 Сходим Попозже Наверное Пойдем Мы туда Только Тогда Когда Отыщем Артефакт Светляк Потому Что Просто Так Мотаться В Х-18 Неохота Нужно Отдать Артефакты Тому Эмбриону Засохшему Точнее Мертвому Сталкеру А сейчас Давайте Спускаться В Х-16 Ну что Спустились Мы Молодец Меченый Ты таки добрался До лаборатории В лабораторию Для нас Крайне важно Изучить Постановку Которая там Находится Попробую Отключить Чтобы мы Смогли Ее исследовать Послушай Меченый Прототип Не сможет Долго Защищать От сильного Излучения Я предусмотрел Такой случай Поэтому Когда ты попадешь Под сильное Воздействие Включится Таймер Когда время Истечет Прототип Перестанет Тебя защищать Будь осторожней И не забывай Про таймер Смотрите Какие вещи Нашли Интересные Скат Ну-ка Надо посмотреть Конечно Поле Стойкость Понятное дело Тут повыше А что Насчет Остальных Показателей Разрыв 45 Здесь Понятное дело Меньше Но Пси Воздействие 45 Здесь 62 Так Давайте пока что Наверное Останемся В нашем Комбезе С более Высоким Пси Воздействием А там Дальше Посмотрим В чем мы Будем Ходить Ой Топают Там Всякие Знаете Что Вообще По хорошему Можно Было бы Уже И прерваться На этом Моменте Интересно Как работают Световые Гранаты Я их ни разу Не тестировал Ага Вот так Вот Интересно Да Давайте Наверное На этом Прервемся Уже В следующей серии Будем пробиваться Через эту Лабораторию А сейчас Всем большое Спасибо за просмотр С вами был Всем удачи И Пока Еще в следующей серии Огнемет Тестить будем